сборы в турции для нас это уже как второй сбор вот это один из самых долгих моих сборов за всю мою футбольную карьеру он длится месяц вот сборы проходят полным ходом то есть тренировки в зале тренировки на поле вот очень большие нагрузки к сожалению в начале сборов получил травму сломал нос но ничего страшного восстановился и вот уже три-четыре дня тренируюсь в общей группе с командой и завтра уже должен выйти и сыграть в начале сборов филипп саныч подошел ко мне и сказал то что поеду поиграю за нашу вторую команду против команды фнл вот уфы я естественно но обрадовался потому что это опыт такой большой сыграть команды фнл вот конечно дали 15 минут сырать но ничего страшного я вышел на эти 15 минут и конечно тяжело оценить свою игру за эти 15 минут но было приятно выйти под руководством испанца то есть понимаю то что следят за мной то что поверили меня вызвали вот сыграл не знаю понравился или нет но да очень приятно с ним познакомиться и как-то сыграть 75 минут смотрел игру и понимал то что уровень фнл и фнл 2 конечно отличается то есть там мужики летят в каждый то есть отбор мяча там то есть совсем другой уровень но и скажу так то что наша двойка вообще ничем не было хуже в этой игре против уфы и то что мы 1-0 проиграли это я считаю незаслуженный счет как минимум ничья была бы более заслуженно но уровень конечно отличается я был рад то что мне доверили даже 15 минут выйти и показать себя плюсы но это больше тренировок то есть больше времени провождения с команды то есть больше времени чтобы в зал сходить потренироваться то есть больше тренировок то есть если мы берем там в москве то у нас один раз тренировка только вечером а тут и днем и вечером и теоретические занятия вот и я считаю за этот месяц можно прям очень сильно набрать и всегда когда еду на сборы то есть ставлю расчет на то чтобы прибавить то есть смотрю свои плюсы и минусы стараюсь плюсы улучшать и также свои минусы корректировать чтобы перерастали в плюсы а минусы но пропускаю конечно много учебы но еще ничего страшного десятый класс еще наберу вот да так в принципе больших минусов нету одни плюсы сборах люблю вот особенно когда на сборах есть игры 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 даже с иностранными командами мне всегда нравятся международные игры это то есть огромный плюс я у вас была одна игра на этом сборе с датчанами я к сожалению не смог сыграть из-за травмы но ничего страшного я за сборную играл много игр против иностранных команд и когда выходишь за сборную россии за свою страну против другой иностранной команды то есть белоруссии казахстана и ты понимаешь что что как бы ты одел форму сборной россии надо только выигрывать первый раз мне вызов пришел где-то на два года назад примерно вот и как это было я просто приехал на тренировку тренер заходит в раздевалку горит хор тебя вызвали сборную я естественно был очень рад доволен вот и конечно первый раз когда сборную приехал конечно было волнение стеснение там практически ни с кем не общался но теперь когда каждый раз вижу сборную то есть там уже все пацаны знакомы и то есть хороший коллектив и в сборной и в клубе и то есть сборную всегда ездил с удовольствием понимая то что ты представляешь свою страну мне перед тренировкой сказали старался на тренировке не думать об этом это конечно не получалось вот но и после тренировки вышел сразу позвонил маме сказал мама вот вызвали сборную она была очень рада счастлива и вот поехал на первый свой сбор в турцию ну про оценки не знаю что сказать потому что очень много пропускаю школу не из-за того что не хочу из-за того что выезды тренировки вот такие долгие сборы сборы со сборной с клубом и учителя постоянно жалуются бывало даже что что родителей вызывали говорили тоже как он будет экзамены сдавать он вообще в школу не ходит вот но стараюсь когда есть время там вот прихожу там на те же четыре урока стараюсь как бы получать оценки усвоить какой-то материал но трудно трудно поэтому приходится с учителями договариваться там подхожу беру говорю можно мне какое-нибудь домашнее задание я его сделаю принесу вам вот и вот получается то что вот так вот оценки зарабатываю вот конечно 10 класс еще нескоро экзамены там егэ но все равно уже начал готовиться репетитором вот и на сборы я взял тетрадку ручку он лежит занимаюсь репетитором чтобы понимаю то что образование очень важно естественно в школе учителя все знают то что сборной россии играю и многие относятся с пониманием то есть физруки это вообще могу на уроки не приходить пятерки ставят вот потом учитель по биологии у меня был из это игоревна вот то есть ну очень хороший учитель понимал то есть постоянно на уступки то есть постоянно на уступки шел то есть я биологию можно сказать вообще не знаю вот она мне четверки ставила пятерки за это я очень ей благодарен но и бывало то что не всегда шли навстречу вот но ничего страшного я всегда себе говорил тоже вот потом заиграю потом будут жалеть вот один раз бывал бывало на информатику пришел мне учитель говорит ты чем занимаешься почему типа так много пропускаешь убери на сборок был на каких я говорю на футбольных я горит а это те футболисты которые много зарабатывают и ничего не делают я такой понятно хорошо скоро начинается вторая часть чемпионата и 3 апреля мы уже сыграем с динамо 2 у себя дома поэтому приходите на стадион поддержите нас будем очень рады вас видеть но кто не сможет прийти на стадион будет трансляция и подключайтесь смотрите и надеюсь мы вас не подведем и покажем хорошую игру а